Был знакомый один, который дал свои паспортные данные, но во время мы его отдернули, он сразу позвонил, заблокировал карту. В 8,5 тысяч можно получить денег. Она мне предлагает, что в банке дают такие пособия пенсионерам. Я говорю, ну хорошо. Она начала спрашивать, а адрес там то. Потом, когда было написано, скажите, последние четыре цифры вашего карточки банковской, я сразу поняла, я говорю, ты шутишь что ли? Знакомая попадалась. Ваш сын попал в больницу, забрала скорую и все такое. Она звонит мне. Я говорю, ты что говорю? А ну звони быстренько в милицию. Она тут же приходила в участковую, потом приходила. А где ей позвонили? Домой, на домашний. И когда должен был идти сын с работы? Вовремя спохватились. Вера Камышанова чуть не попалась на крючок аферистов. Такие заговорить кого угодно могут, лишь бы получить желаемое. К счастью, знакомая очень кстати дала дельный совет. Мне звонили, спасибо Светлане Юрьевне, что я ей позвонила, она сказала, прекратите с ними разговаривать. А то уже вплоть до того, что не отключайте телефон, идите в банк и берите кредит. Я, конечно, в шоке была. Правоохранители не дремлют. На постоянной основе посещают особо уязвимые слои населения, пенсионеров и одиноко проживающих граждан. Внимание уделяют каждому, раздают памятки, разъясняют, как действовать в случае сомнительных звонков и сообщений. В связи с тем, что данные граждане не всегда могут почерпнуть информацию с интернета, как это делают молодые. И уже, наверное, пользуясь случаем, хотелось бы, конечно же, попросить все-таки детей, внуков, для того, чтобы доносили эту информацию все-таки до пожилых, о том, что на сегодняшний день достаточно большое количество мошенничеств в отношении престарелых. Только за семь месяцев этого года в отношении пенсионеров совершено 83 преступления, из них шесть мошенничеств, 28 краж. Виртуальные жулики часто представляются дальними родственниками сотрудниками банка. Главное, чтобы жертва повелась. Реакция на любую подозрительную ситуацию всегда должна быть одна – незамедлительно положить трубку и сразу же обратиться в милицию. Не дайте себя обмануть. Елизавета Лепеева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.